Всем привет, это Киберпарк и я Кирилл Николенко. Сегодня, гуляя по парку, мы узнаем о таком. Где можно попасть за решетку за читы, новый таймкиллер на 600 уровней и обсудим новый прикол с нейросетями. С 21 июня взлом игр и распространение пиратских версий проектов в Южной Корее станет преступлением. Соответствующий закон был принят парламентом Республики Южная Корея еще в декабре, а в конце текущего месяца он наконец-то вступит в силу. Помимо взлома и распространения пиратских игр вне закона объявлено и читерство. Пока остается загадкой, коснется ли запретов модов, это скорее всего выяснится в процессе правоприменения. Однако в первую очередь санкциям подвергнутся пользователи, действия которых негативно сказываются на продажах игр. Корейцы, которые нарушают закон, будут оштрафованы на сумму, эквивалентную 50 тысячам долларов или получат тюремный срок длительностью до 5 лет. Разработчики The Binding of Isak наконец-то официально анонсировали новый проект под названием The End is Night. Гейм-дизайнер Эдмуд Микмеллен заявил, что это самый крупномасштабный проект, над которым ему когда-либо доводилось работать, очевидно, имея в виду огромное количество уровней. При этом концепция игры родилась в ходе двухнедельного геймджема в сентябре. Разработчики обещают 600 уровней, разделенных на 12 глав. Геймерам предстоит управлять крошечным круглым существом, которое стремится собрать идеального друга из людей, встречающихся ему на пути. Как и в культовой адвенчуре The Binding of Isak, в новой игре игроки будут умирать очень часто. The End is Night выйдет на ПК 12 июля. Чуть позже проект появится на Nintendo Switch. Несколько лет назад шведская компания IKEA запустила интересную акцию. Маленьким детям предложили нарисовать любимых животных, а затем превратили рисунки в настоящие мягкие игрушки, которые продавались в магазине. Нечто подобное решили осуществить и авторы проекта Pix2Pix, правда с жутким результатом. Разработчики скормили нейросети тысячи портретов в надежде, что искусственный интеллект научится дорисовывать реалистичные портреты на основе набросков пользователей. Однако в результате искусственный интеллект превращает даже вполне приличные рисунки в изображения ужасных монстров, которые вряд ли кто-то решится продавать в виде плюшевых игрушек. Стоит отметить, что некоторым пользователям удалось добиться впечатляющих результатов. Однако их оригинальные рисунки и сами по себе были отличными. А с вами был Кирилл Николенко. Гуляйте больше по киберпарку. Пока-пока.